Вопрос выдачи задолженности по заработной плате водителям республиканского АТП уже решен. Об этом на совещании в Магасе доложил первый зампредседателя правительства республики Муслим Дзейтов. Так, денежные средства в размере около 6 миллионов рублей поступили на лицевые счета работников предприятия. Заработная плата перечислена на 5 миллионов 300 тысяч, перечислено позавчера. 23-го деньги поступили на счет комитета. Там они пролежали 10 дней после этого. Ну, там неделю, я не помню, было. После этого деньги позавчера были переведены на счет этого. Там процедуры за 3 часа были обработаны судебные приказы. Казначейство вчера 16 часов деньги перечислили на счет Ингуш автотранса. Сейчас начали поступать на карточки работников автотранса. В 2016 год из собственных доходов заплатил 3 миллиона 600 тысяч денег. Но этих денег нам не хватает. Для того, чтобы мы сегодня могли зарабатывать сами, если нам всегда говорят, что вы хозрасчетная организация, вы должны зарабатывать, нам нужно поднять тарифы, чтобы мы оправдывали свою себестоимость на проезд. И плюс 10% мы можем добавлять от себя, к себестоимости. Но этого у нас нет. Поэтому вся проблема. Проблема в том, что очень много частного транспорта ездит по нашим маршрутам. Глава Ингушити, в свою очередь, выразил недовольство работы компромсвязи у руководства предприятия, которые довели ситуацию до такого состояния. Инузбек Евкуров отметил, что руководство комитета промышленности Ингуш автотранса, бухгалтеры должны получать зарплату в последнюю очередь. Только после того, как будет оплачен труд каждого сотрудника. Теперь я вам задал вопрос, и здесь делаю замечание аппарату и администрации Башир. Я же сказал там, на личном контроле держать, а не зарплату получать в последнюю очередь. И вы также должны проверить председателя комитета, когда он получил зарплату. Почему он в декабре получил зарплату, в январе получил зарплату. И товарищ Ингуш автотранс, почему он получал зарплату? А подчиненные не получили зарплату. Вы можете мне это объяснить? Где логика? Если можете мне это объяснить? Десять дней, двадцать третьего деньги поступили на комитет. Я не про это тебе говорю сейчас. Ты зарплату получил? Да, получил. Я про это сейчас говорю. Ты какое имеешь моральное право получать зарплату, если твои подчиненные не получили зарплату? Я это млад, что ли, проконтролировал. Ты когда зарплату получал? КТБНС не получал. Чего? КТБНС в 2016 году. Ну, если ты не получал, проверить не получал. Хорошо. Бухгалтер получал? Бухгалтер получал. Почему бухгалтер получал тогда? Я эту задачу ставил лично вам всем, что руководитель, бухгалтер получает в последнюю очередь зарплату. Было же такое? Да. Почему не выполняете тогда? Конечно, вы не беспокоитесь ни о чем. У вас все есть, все нормально. Не заставляете вот этими своими действиями водителей уже воровать бензин, съезжать с маршрутов или где-то что-то подрабатывать. Сами же их заставлять это делать. Как он может там пять месяцев без зарплаты жить? Его же вина, что вы его не проверяете, не заставляете его там набирать. По мнению главы, возникновение задолженности несоблюдения водителями общих требований и правил перевозки пассажиров вытекает из отсутствия систематизированной работы руководства компромсвязи и АТП. Глава Ингушетии поручил направить в ГУП «Ингушавтотранс» комиссию для проверки данных о количестве перевозимых льготников на общественном транспорте. Самый главный вопрос, почему вы все видите, что люди не получают зарплату? Сейчас можем говорить там валить на водителей, на всех, что они правы, не правы, там еще что-то. Виноваты вы как руководители, которые не берете, не систематизируете эту работу. Раз. Второе, в любом случае они есть на работе, если они должны получать зарплату. Везде это разложено. Мы говорили там, газомоторное топливо, автобусы переводим, сэкономим столько-то денег. Почему-то я не вижу там экономии. Как платили те же выпадающие, те же платим. А куда идти тогда на бензин, сэкономим, деньги делись? Кто это рассчитал, кто это разложил все? Кто это видит в конце концов? Вот вчера это до газомоторного топлива столько было денег, поэтому здесь тоже запущите у себя и поднимите это все. Куда деньги-то делись тогда? Экономия, куда девается? Сколько один автобус на бензин или газомоторном топливе имеет экономию? У нас же расчеты такие были. Вот вопрос тогда, куда деньги-то эти делись? Кроме того, Юнезбек Евкуров отметил, что автотранспортное предприятие – хозрасчетная организация, которая должна приносить доход и правильно распределять средства. Если АТП не в состоянии зарабатывать, то руководитель должен освободить занимаемую должность. Вы хозрасчетная организация, вы должны зарабатывать деньги, чтобы самим собой прокормить себя. А вы сидите и ждете выпадающие доходы. А если бы их не было? Из-за того, что представитель правительства говорит, никто же не ковыряется в этом вопросе. А что там, одни льготники ездят на автобусах? Ты 165 дней в году получил? Да. Ну что же, не совсем правильно. Да, можем повысить там оплату, обелечивание. Оно не будет в бюджет. Оно будет в карман, опять же, всех вот этих людей. В рамках совещания глава Ингушетти поручил правительству проверить штатную численность сотрудников АТП, руководящего состава и в кратчайшие сроки. Представить отчет о проделанной работе. Не допускать образования задолженности по заработной плате. Хайз Дабриева, Муслим Ганиев, Новости 24.